Приметы на праздник веры, надежды и любови 30 сентября в православном мире чтут память четырех мучениц. Веры, надежды, любови и их матери Софии. Праздник посвящен укреплению силы духа и мужества, который не сможет сломить даже недостаток телесных сил. В этот день празднуют женский праздник. Еще одно название дня веры, надежды, любови, вселенские бабьи и именины. Нужно поздравить женщин, которые носят имена вера, надежды, любовь и Софии с праздником. Кроме того, издавна было принято поздравлять любую женщину, поскольку прославляли материнскую мудрость и женские добродетели веру, надежду и любовь. Традиции и обычаи Основная традиция этого праздника – громкий женский плач рано утром. Издревле, чтобы уберечь дом от невзгод, женщины начинали 30 сентября с плачи, авирии, надежды, любови и Софии. Считается, что если женщина поплачет, то весь год ей не придется лить слез, и это отпугнет все беды, горести и напасти от нее самой и ее семьи. В этот день верующие молятся великомученицам и просят их о семейном счастье, избавлении от бесплодия. В церкви нужно помолиться у иконы трех великомучениц, попросить веры, силы, здоровья, любви, благополучия. У иконы Софии просят здоровья и детям, и женщинам, а также зачатия ребенка. Замужним женщинам в этот день нужно поставить в церкви две свечи у иконы Иисуса Христа и еще одну ночью в каравай. И сорок раз прочитать слова о покое. Утром каравай следует разделить между всеми членами семьи, включая домашних любимцев. Благодаря этому обряду в дом приносится покой и уют. В этот день женщинам нельзя заниматься домашними делами. Этот день проводят в кругу семья, большую часть внимания уделяют девочкам. Приметы на праздник веры, надежды и любови. 30 сентября считается опасным и несчастливым днем. Народные приметы говорят, что в этот день часто бывает холодно и дождливо. После веры, надежды, любови начинаются первые заморозки. Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей. Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна. Сухая погода на протяжении всего дня, к поздней зиме. Если 30 сентября тепло и ясно, то рыбалка будет хорошей. Если журавли полетят в этот день, то на покров будет мороз. А нет, то зима будет позднее. Обычно вслед за журавлям кричали. Колесом дорога. Для того, чтобы весной они снова вернулись в родные места. Белки линяют, к скорому похолоданию. Этот день, считалось в народе, очень хорошо подходит для снятия порчи из глаза. Договариваться о свадьбе в этот день – хорошая традиция, а вот венчание лучше перенести. Также 30 сентября, как и в любой другой день, не стоит ссориться с близкими людьми, спорить и сквернословить. Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови и София. Поздравляю тебя со светлым праздником. Чувствуй сердцем любовь, пусть всегда с тобой будет вера в лучшие и даже в самые трудные моменты, да не оставляет тебя надежда. Иди по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова